Футболист Сергей Рогоцкий шутит. Когда начинали строить спортивный центр в Ершов, он еще был школьником. А на торжественной церемонии открытия учреждения уже с бородой. Предыдущий подрядчик не справился с обязательствами и просто покинул объект. Исправлять его ошибки пришлось новому. И теперь местным футболистам больше не нужно ездить на тренировки в Звенигород. Оттачивать свое мастерство они могут рядом с домом. Мне пока все очень нравится. Паркет нравится, да и ворота. Я ожидал, наверное, даже худшего. А все, в принципе, по стандартам, все хорошо. И меня полностью все устраивает. Я очень рад, что у нас появился теперь такой зал, даже лучше, чем в Звенигороде. В новом спортивном центре можно играть в футбол, волейбол, баскетбол. Здесь работают тренажерные и фитнес-залы. Для посетителей обустроены комфортные раздевалки и душевые. Учреждение муниципальное. Это значит, что занятия в нем совершенно бесплатны. Максимум возможностей предоставляет этот центр. И остается только пользоваться, выбирать здоровый образ жизни, выбирать и ставить для себя какие-то новые планки, устанавливать личные рекорды, выступать, болеть на трибунах. Здесь также сделаны трибуны для болельщиков. В секции рукопашного боя, которой руководит Георгий Назарян, занимаются более 70 человек в возрасте от 7 до 25 лет. 11 марта их наставник из рук главы района получил удостоверение мастера спорта. Не остались без подарка и спортсмены. А зале, в котором теперь у них проходят тренировки, раньше они могли только мечтать. Начиная от отработочного инвентаря, вот что касается мешков, чучел, что касается ринга. Все приобретено, начиная от прыгалок, заканчивая до лап, перчаток и все так далее. Под крышей нового центра расположилась спортшкола Ершова. Это 600 юных спортсменов, которые мечтают стать олимпийскими чемпионами. Но это не значит, что массовому спорту места нет. Скорее наоборот, по задумке создателей, бок о бок здесь будут заниматься профессионалы и любители. В симбиозе со спортивной школой мы организовали при нашем культурно-досуговом центре еще и отделение массового спорта. И теперь мы называемся не культурно-досуговой, а культурно-спортивно-досуговый центр. Школа с нами спортивная поделилась своими тренерами. Основная наша задача, конечно, забрать детей с улиц, оттянуть их от алкоголя, от наркотиков, от свободного времяпривождения на улице без занятий и загрузить их спортом, привить энергосберегающие технологии, привить здоровый образ жизни с самого детства, чтобы растить здоровую Россию и крепкое будущее. Развитие массового спорта – одна из приоритетных задач районных властей. Новые спортивные учреждения появились в Одинцово, Успенском и теперь в Ершово. Со временем подобные центры должны быть во всех поселениях муниципалитета. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.